Установка новогодней елки – многовековая традиция, поскольку нарядная красавица – главный символ новогодних праздников. Каждый год в Самарские городские парки привозят зеленые сосны, специально выращенные для украшения общественных пространств. Мы сами ходим и выбираем уже пятый год подряд елки, сосны, как раз вот в этом лесном хозяйстве. Должны быть они и внешне хороши, должны быть они и пригодны к транспортировке, то есть они не слишком размашистые должны быть. Ну, разные факторы, которые обязательно мы учитываем, когда проводим заготовку. В этом году из Новобуянского лесничества прибыло пять пятиметровых деревьев, которые будут установлены в парках Воронежские озера, Молодежном, Гагарина, Щерса и сквере Дувовой рощи. Установка началась сегодня и в ближайшее время монтаж завершится. А вот украшать новогодние елочки игрушками и иллюминацией будут до 10 декабря. Воронежские озера – первый парк, в который сегодня привезли живую елку. Несмотря на то, что она здесь одна, местные жители довольны. Ведь в этом году в парке произошли ощутимые изменения, благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, наспроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году в рейтинговом голосовании эта территория оказалась среди лидеров. За преображение воронежских проголосовало более 23 тысяч самарцев. Поэтому этот Новый год будет особенным для жителей близлежащих домов. Напомним также, что в текущем году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда» новый облик приобрел и парк «Молодежный». Он занял первое место в голосовании, благодаря неравнодушию почти 26,5 тысяч жителей. В этих двух парках завершились первые этапы благоустройства. С 15 апреля по 30 мая на федеральной платформе 63.городсреда.ру проходило голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году. В Самаре в голосовании приняли участие более 200 тысяч человек. Объектами-лидерами за благоустройство в 2023 году стали «Парк молодежный», «Сквер Самарец» и «Ерик парк». Пока же работа продолжается в части новогоднего декорирования городских территорий. Причем в парке имени Юрия Гагарина в этом году установят сразу две елки – искусственную в районе катка и живую сосну вблизи колеса обозрения. С тех пор, как появился этот аттракцион, началась традиция украшать парк и в этой локации. Мы чаще всего бываем в парке Гагарина. Конечно, зимняя иллюминация поднимает настроение, особенно когда солнышко так редко нас посещает. Специалисты напоминают о необходимости бережного отношения к элементам новогоднего декора. И поясняют – сотрудники со всей душой подходят к новогоднему оформлению территорий. Однако некоторые отдыхающие считают необходимым забрать частичку новогоднего парка к себе домой, чем расстраивают других посетителей и персонал. Не смущают ни заграждения, ни информационной таблички, ни камеры наблюдения. Конечно, в последние годы таких случаев стало меньше, но все же восстанавливать коллекцию елочных украшений приходится. Докупают шары, а также те недостающие элементы светодиодной и новогодней иллюминации, которые вышли из строя в процессе прошлогодней эксплуатации и не подлежали ремонту. Парковые елочные комплексы до конца января будут радовать взоры горожан и гостей региональной столицы. Хвой сосен, срубленных в такую погоду, как сегодня, как правило, не желтеет. В дальнейшем живые новогодние деревья снимут с крестовин и отправят на утилизацию. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.